Уверенность понятия существует В психологии Самоуверенность чаще всего звучит как негативный термин Самоуверенность как отсутствие критики к своим действиям То есть ты слишком уверен получается Хотя слишком не бывает Когда мы работаем с клиентами, я спрашиваю в чем? В себе Хорошо, а что такое уверенность в себе? В чем ты там в себе собираешься быть уверен? В своей правоте, может быть В своих будущих поступках Как в этом можно быть уверенным? Ты знаешь, что будешь делать? Мания величия То есть все-таки это понятие очень-очень эфемерное Для меня нет Для меня это понятие очень удобное для того, чтобы использовать Потому что, в принципе, как бы я разводил Эти два понятия между собой То есть уверенность и уверенность в себе Для меня это как раз противоположная вещь Это разные Уверенность и уверенность в себе разные? Я бы сказал, что это как раз диаметрально противоположная вещь Причем уверенность в себе для меня Это негативный момент Обычно разграничивать самоуверенность и уверенность в себе Можно, наверное, так Это ведь вопрос терминов Но я хочу показать суть Как угодно можно назвать Хоть горшком, только бы в печень не ставили Вот если мы сейчас поспоминаем Какие-то ситуации в своей жизни Причем они не важны, с чем связаны Это может быть еда, работа, занятия сексом Да все равно Моменты, когда, как вот люди говорят У меня как-то вот катило Когда вот хорошо получалось То есть у тебя все хорошо идет И человека спрашиваешь Вот твое внимание в этот момент Было сосредоточено на чем? На чем? На процессе? Вот, хороший ответ Действительно, это твое внимание сосредоточено на процессе И опять же я спрашиваю Ты о себе-то много думал? Да как-то, наверное, и не очень Не в плане, чтобы забыл про себя Сейчас мы не о самодаче Мы не об этом ни о чем Просто тебе интересен процесс И ты в нем, ну, можно сказать, растворяешься Вот очень хороший пример Который понятен для клиентов Он, может быть, не очень, казалось бы Такой вот для всех удобный Но тем не менее Я спрашиваю, хорошо, ты сексом занимаешься Это для женщин особенно важно Вот тебе вот в самый момент Тебе в кайф Ты подумала, как ты сейчас выглядишь И как тебе? Больше стопить не надо То есть, смотрите, подумала о себе То есть уверенность Это в любом случае зацикливание на себе Да Потому что она же подумала о себе Причем пусть в позитиве Как выгляжу, хорошо выгляжу Но это же ломает ощущения Я взял специально вот этот понятный пример Разницы нет То же самое в работе Просто почему-то мы разделяем контексты Мозг одинаково действует везде, да? Но тем не менее Когда ты понимаешь, что этот процесс идет Ты можешь его включить Помочь включиться Обойди То есть это всегда часть деятельности Но не препятствие Нет, конечно Это как в Айкидо, да? Если тебе нужно пройти через толпу Враждебно настроенную Первое убеждение На тебя никто не нападает Они тебе просто опоры выставляют Ты проходишь Они почему-то падают Я очень упрощаю Вот А уверенность в себе Мы говорим когда Здесь я начинаю думать Как я классно сделал И как сейчас у меня хорошо получается Даже если это и какой-то позитив несет Позитив-то очень такой шаткий Потому что вот Грань-то до того, что у меня получается Сейчас может не получиться А я справляюсь ли на самом деле? Может мне кажется, что я справляюсь? Ага, это я справляюсь А Эки-то мне мешают, помогают То есть идет разделение То есть когда начинаешь думать о себе Ущерб делу Ну не делу глобально Вот конкретно Потому что сейчас я делаю Да и ем просто, грубо говоря Тогда получается Всегда мы приходим к проблемам Но тем не менее Существуют люди Уверенные в себе Как нам кажется Нам кажется И не уверенные в себе Это миф? Это иллюзия на самом деле? Нет, я бы сказал скорее Это вопрос привычек Определенным образом Опять же думать в определенных ситуациях Уверенные всегда Вот идиоты Они уверенные всегда? Ну посмотрите, хорошо Давайте возьмем так Вот люди уверенные Вот мы берем продажи Ведь очень часто слышишь Она дура, потому что у нее хорошо продается Вот такая вот образная вещь И поэтому она уверена в себе? Она боится, забывает испугаться Не хватает ума, что там могут быть проблемы Вот тоже вариант Вариант, я не спорю Ради бога, успешно, да и хорошо То есть не хватает ума, интеллекта Запаса знаний, неважно Для того, чтобы подумать какие-то проблемы Люди умные Часто вторые должности занимают Ну потому что понимаешь, что может быть Это боишься Это не есть хороший вариант Но тем не менее Так вот По сути уверенность Вот опять же на мой взгляд Это то, что есть само по себе Оно есть А вот неуверенность Это то, что мы создаем Вот когда мы говорили о любви и зависимости Вот любовь, она и так есть А вот зависимость мы создаем Так вот неуверенность мы создаем На каком этапе жизни появляется Эта неуверенность в себе? Если мы ее создаем Если это неврожденное качество Ну опять же Базовое Это неврожденное Это научили нас Базовая Момент Базовая составляющая Это опять же тревога Тревога, она нормальная для человека Здесь я согласен с Карен Хорни Да, это классик опять же Да, психология Она говорила Тревога это нечто врожденное Это опять же, как мы говорили Энергия, которая движет Человеком А вот дальше Что я с этой тревогой делаю? И здесь очень показательный пример Ну вот дети прыгают с сараев Нормальный условно ребенок Он подошел к краю Ему страшно И он прыгает Вместе со своим страхом Дальше Другой ребенок Смотрит на него Он смелый То есть смелый не боится Мы же так обычно считаем Так не бывает Но он-то думает, что это так Он подходит к краю Проверяет себя Я боюсь Ой, я-то боюсь Он-то не боится То есть, чтобы прыгнуть Надо быть смелым То есть страха должно не быть Он начинает со страхом Бороться вместо того, чтобы прыгать Отходит, борется Ой, там хорошо получается Подошел опять страх Вместо прыжка он будет бороться Нормальная ситуация Ты боишься и параллельно делаешь И в случае прыжка с сарая Это азарт В воду прыгать с вышки Неважно Американские горки Я просто один пример привел Более того Раз прыгнул с вышки Два Прыгнул с вышки Три Перестал бояться А нужно этот страх бороться? Мы не боимся Ты боишься и делаешь Но он А зачем? Может быть, ему не нужно прыгать С этом сарае? Если ему в кафе Детям объяснять, зачем ты прыгаешь Сейчас просто бессмысленно Ну или те же американские горки Есть люди, которые боятся Американские горки Зачем они у них Ну, не свой какой-то вариант Где они получают азарт Я бы не сказал об экстреме Это немножко еще другое Вот именно азарт Я-то вот хочу показать механизм То есть ты прыгнул То есть ему хочется на самом деле Очень прыгнуть, да? Ну да Конечно, хочется прыгнуть Он-то прыгнул пять раз Ведь не страшно больше Ведь мало кто потом прыгнул Как на работу пришел Поднимается выше То есть мы снова идем к тревоге Получается Сами же к ней стремимся Конечно То есть нужна тревога Чтобы почувствовать Определенный вкус жизни Мы ведь на приключения Этой жизни себе создаем Зачем? Чтобы так галочки поставить? Ну, как-то вряд ли, да? То есть мы стремимся к этому Другой разговор Для каждого приключения Это нечто свое Кому-то пока голову себе не отрежет Это не приключение Вот И вот получается, что Уверенность тогда Это не отсутствие страха Потому что страх есть у всех Да, страх есть у всех Ну, страх, тревога Он нормален Как сказал один лепенист Говорит, я все время боюсь Когда хожу в горы Говорит, я тебе больше того скажу Когда я перестану бояться Я в тот же день Уйду с лепенизма На совсем Это нельзя Хорошо, страх есть Мы с этим должны согласиться Ну, как бы соглашайся Нет, он есть То есть страх есть Он не может не есть Да Он будет И, соответственно Пусть он будет Надо просто перестать Из страха делать Уважительную причину Для того, чтобы не делать То есть ты боишься и делаешь Ну, тебе же хочется сделать Так делай Конечно, можешь ошибиться А что, можно не ошибиться? И все-таки в каком возрасте Закладывается Вот этот комплекс Да? Все комплексы Около пяти лет Почему? А там социализация Вот до трех лет Закладываются психосоматические Все эти дела То есть реакции организма Эти болевые Все вот эти вот Такие вот на уровне тела То, что происходит Да? С реакцией сосудов Ну, многих органов Да? А вот пять лет Вокруг этого пяти лет Там начинается социализация Очень хорошо Там Фрейд описал Комплексы Дипа, Электрии И так далее Да? Там ребенок начинает Уже усваивать Социальные нормативы По Фрейду Он берет образ отца Мальчик образ отца И начинает ему соответствовать Кто-то из родителей Просто не уверен в себя Или для этого нужно Какие-то обстоятельства Вот теории разные На самом деле Фрейд говорит о том Что не очень хорошо прошел Этот процесс идентификации Ну, вообще, да Я бы упрощенно Я бы сказал так Что действительно Моделируется поведение родителей Потому что дети копируют все Если ребенка невольно Не словами же Обучают тому Что жизнь опасная штука Надо бояться То есть надо быть Уверенным в себе Побороть страх Вот он этим и занимается Его же там научили Угу Я хочу напомнить Нашим телезрителям Что у нашей программы Работает адрес электронной почты Helpsobaka.ps29.ru Вы можете написать Свое письмо Свой вопрос Мы обязательно на него ответим Ну, а сейчас я предлагаю Послушать то Что пишут нам телезрители Я очень застенчивый Я очень застенчивый и стеснительный человек Долгое время я не могла активно Общаться с людьми Даже поделиться было Не с кем Какими-то своими мыслями Мне 22 А близких друзей Совсем нет Хочу общаться Но боюсь Боюсь заговорить Боюсь сказать что-то не то Боюсь казаться глупой Неинтересной Подскажите, пожалуйста Как перебороть комплексы? Ну, вот как мы говорили Комплекс Бороть здесь не надо Нам боится сказать что-то не то То есть, по сути, вот Между строк, как говорится Скорее всего, вот по опыту Это человек, она думает Что волнение не надо показывать Первый момент Показывай Причем, очень хорошо выглядит Даже, допустим, берем собеседование на работу Скажи, я волнуюсь Это же хорошо выглядит Почему волнуюсь? Потому что мне важно Это касается устройства на работу Мне важно действительно У меня компания, которая мне интересна Я поэтому волнуюсь Это нормально Это, в общем, почти комплимент Точно так же ты хочешь Познакомиться с девушкой Так, в общем-то Какой девушке неприятно Что она кого-то возволновала Так ты признайся А вместо этого начинается игра Я такой, это же мачо там Или там Я мачо там Женского рода, да Я не хочу показать Что я волнуюсь Ты признайся и волнуйся дальше себе Ты волнуйся И делай то, что ты хочешь Ну, а вот этот страх Сказать что-то не то Показаться неинтересным Глупым человеком Скажешь не то, тебе объяснят Что не то, скажешь по-другому Ну, раз объяснят Второй раз уже не захочется говорить То есть, видимо Какая-то низкая самооценка Что ли Привычка делать правильно То есть, есть и дилюзия Что можно правильно поступить Никто не знает Что такое то Что такое не то Я тут точно не знаю Ну, а как Опять же Мы говорим о последствиях Мы их точно не знаем Ты с человеком общаешься Ты думаешь Что это сработает Сейчас Я занимаюсь 20 лет психотерапией Я не знаю Какое именно там слово Какое-то магическое Пациент говорит Ты такие слова хорошие подобрал Я просто искренне разговариваю Ему там слова подошли Да Дело в том, что Вот нет рецепта четкого Ты с живым человеком говоришь И ты ориентируешься на реакцию А вот неуверенность По большому счету Человек уходит в себя Ему условно плевать на другого человека Я понимаю, что это не специально Но по факту так получается Ему плевать на другого человека Он занимается собой Вот очень часто сталкиваешься с тем Что люди боятся выступлений публичных Тоже из-за неуверенности Ну так назовем так Грубо говоря Пусть будет, да Они что ведь говорят-то сами себе Ну что они от себя добиваются Надо же сейчас подготовиться Предвступлением То есть подготовиться Они имеют в виду настроиться Вот я занимаюсь выступлениями всегда То есть все, что я делаю Все это выступление Ну индивидуальные, групповые Я не знаю, что такое настроиться Я правда не понимаю, как это так Я делаю всего две вещи Первое, я так как человек довольно разбросан Я пытаюсь все-таки не забыть что-то Что сказать Раз Это вот до Ну и в процессе А второй момент Я смотрю на реакцию Люди-то понимают Нет, если не понимают Я поменяю слова Позу Там еще что-то И никогда думать о том Вот там у меня есть настроение Состояние нет Ну конечно какое-то всегда фоном идет Ну спать хочется, например Будет как-то активно надо быть Ну хочется, значит сегодня так Вот это важно Давайте перейдем к следующему письму Примерно до 20 лет я была вполне уверенной в себе девушкой Пока не потеряла эту уверенность Если кратко, то это случилось после серии замечаний Относительно моей внешности, характера и душевных качеств Сделанных любимым человеком Я нормально воспринимаю критику Но конструктивную и не каждый день Некоторое время позже я заметила Что стала сравнивать себя с другими девушками И все не в свою пользу В плане внешности в первую очередь Я вполне симпатичная, стройная, молодая Мне 24 года Но понимаете, как гвоздь сидит во мне этот комплекс Не могу даже передать свое состояние Кажу себе ничтожеством Знаю проблему и не могу ее преодолеть Что делать? Как вернуть уверенность? Ну вот такая проблема Что делать? Ну здесь первое Что это типичный такой женский подход Сразу начинает искать в себе Мужиков-то попроще все Нет, ну если тебе говорят Тем более тебя сравнивают Указывают на твои недостатки Наверное, каждый потеряет уверенность в себе Нет, дело в том, что Вот то, что она описывает Она ее не имела никогда Там была иллюзия Что вот сейчас и все будет хорошо То есть сразу в дамке Нет, не получилось То есть появился Иллюзии рухнули Вот эти вот поверхностные иллюзии Что вот сейчас все сразу сложится Да? И вот как только началась социализация То есть сначала общаться шире, чем раньше Она просто обнаружила, что не хватает навыков То есть она, грубо говоря, прицепилась к этим замечаниям Да, она прицепилась к замечаниям Может быть и человек не очень адекватный Молодой человек имеет Тут уже можно было просто выбирать Но после дела То есть вот такой Но тем не менее Она прицепилась к замечаниям И это стало темой для того, чтобы погонять Опять же До этого она гоняла другие вещи Просто, может быть, не казалось что-то неуверенность Но суть одна и та же Но опять же, если не гонять Если не принимать во внимание все эти замечания Ты не будешь самосовершенствоваться Ты будешь становиться лучше Вот другой разговор Насчет не принимать во внимание А это уже отсутствие критики Мы живем в обществе, да? И вот если Гдаев, мало ли, что он там говорит, мне плевать, ну, это же как раз больной человек. Это, в принципе, в психиатрии называется психопатия, расстройство личности. А социальное как раз. Когда-то, какая разница, что там говорят. Вот баланс. То есть, люди говорят, я могу что-то с этим делать. Ну, то есть, информация поступила. Ты слишком толстый, опять же, да? Ну, хорошо. Не видно же, привыкаешь к своему-то. Он же родной, какой толстый, все хорошо. Ты начинаешь, опять же, заниматься собой. Или ты там много употребляешь грубых слов. Ребята мне уже двое сказали. Значит, пора, наверное, как-то над речью работать, да? То есть, ты принимаешь эти вещи, но не для того, чтобы объяснить себе, что ты там чмо последнее, грубо говоря, да? А как направление того, что менять. Ну, вот эти сравнения. Можно ли вообще человека сравнивать с другим человеком? И тем самым лишать его уверенности в себе? Можно ли другому? Ну, в принципе, да. В общем, без разницы. Пусть сравнивают. Ему хочется. Почему она в себе? Как воспринимать это? Вот, другой разговор, да? Она сама начинает себя сравнивать. Вот вообще закон природы таков, что вот мы на одном дереве двух листиков одинаковых не найдем. То есть, в природе все уникально. Люди, можно подумать, похожи, да? То есть, это, соответственно, как только начинаешь сравнивать, лучше, хуже. Ты нарушаешь этот закон. Ну, закон природы нарушаешь, то уже нет нездоровья, да? Другой разговор, что я могу сравнивать поведение свое с другим. Для чего? Модель снять. А нужно ее снимать? Модель, конечно. Я хочу научиться танцевать. Я посмотрю, как это делают другие. Я хочу удар в теннице отработать. Я буду за федерером смотреть, да, как он это делает. Это же логично, я моделирую. Но не в плане лучше, хуже. Ну, нет, я понимаю, это он делает лучше. В чем-то другом я лучше, да? Ну, мы сейчас не о другом. Мы сейчас моделируем это. То есть, я буду снимать модель для того, чтобы повторить. Вот тогда мы действия делаем. То есть, нужно тут тоже четко выработать себе задачу, да? Конечно. Что я хочу повторить, да? Что я хочу скопировать. Конечно. А зачем я себя сейчас гноблю-то бессмысленно, беспощадно-то? Для чего? Я предлагаю прочитать третье письмо. Добрый вечер. Мне 26 лет, я замужем, есть ребенок. Меня никогда не уважали коллеги на работе. Меня унижали и не любили. Я работала на трех работах и везде было одно и то же. Я старалась быть ниже травы, тиши воды. Но это добавляло еще насмешек в мою сторону. Сейчас я выхожу из декретного отпуска. Муж хочет, чтобы я развивалась и снова пошла на работу. Он не знает, какие страдания мне доставляла работа. При этом денег в семье хватает. Мои папа, мама и муж занимают руководящие должности. Их, если и не любят, то уважают. Я не могу признаться им в том, что на работе ко мне так плохо относятся. Я очень не уверена в себе. Хотя в семье и для друзей я лидер. И никто бы не поверил, если бы увидел, как я веду себя с коллегами и как они ведут себя со мной. Я не хочу позорить свою семью. Помогите мне, пожалуйста, справиться с этой ситуацией и посоветуйте, как себя вести на работе и как защитить себя от нападок людей. Я не хочу позорить свою семью. Помогите мне, пожалуйста, справиться с этой ситуацией. Посоветуйте, как себя вести на работе, как защитить себя от нападок людей. Здесь, наверное, может быть несколько аспектов. С одной стороны, человек некомпетентен. Из-за этого его не уважают. Вариант, может быть, да, действительно. Здесь вопрос-то вот в чем. То есть она говорит, как быть, да? То есть вопрос-то по сути звучит, выходить ли на работу. Или как вести себя на работе так, чтобы тебя уважали. Но у нее звучит, не хочу выходить. Тенег тоже хватает, прямо же конкретно. По таких обстоятельствах, видимо, не очень хочет. Да, вопрос-то вот в чем. А ты действительно не хочешь работать, то есть не твое. Ну, хочешь ты заниматься семьей, детьми, в кружки ходить. Тебе это действительно в удовольствие. Тогда нет вопросов. Может быть, стоит в этом себя развивать. Мы же не знаем, опять же, кому что лучше. А судя по всему, она не хочет выходить на работу именно потому, что там плохо. То есть она хотела бы, если бы было хорошо. То есть на самом деле хочет работать. Допустим. Тогда получается, что она не позволяет себе работать, только из-за того, что опять же создает себе вот эту вот неуверенность. Все, осталось определить, как она ее создает и научить этого не делать. А как она себе? Ну, вот мы знаем, что люди, есть такие люди, которые умеют себя поставить. И подчас они, может быть, даже гораздо менее умны, чем люди не очень уверенные в себе. Тем не менее, они так себя ставят, что они всегда правы. Это глупо же выглядит. Но тем не менее, люди ведутся на это. Ну, может, кто-то ведется. Он уважать себя заставил. Да, и много-много таких примеров, которым лучше не подходить, лучше... Ну, да, так с ними и общаются, как с дикими животными, наутрируют. То есть так им лучше не подходить, действительно. И, на мой взгляд, более здоровый-то подход. Все-таки, да, ты делай дело. Тебя будут уважать, если ты делаешь дело. Ты даешь результат. Без тебя обойтись сложно начинается. Ситуация становится, что тебе без тебя обойтись сложно. И вот, наверное, это лучше-то дает результат. Вот здесь, опять же, мне вот как-то больше импонирует пример наших братьев-скандинавов, когда они очень хорошо разделяют контексты. То есть вот в контексте рабочем ты делаешь это, я делаю это, и вот ты делаешь свое дело хорошо, надо, что ты делаю хорошо, тебя за это уважают. При этом, может быть, совместные какие-то праздники, гулянки или отдых, где нет этого разложения по чинам. Это разные контексты. Это совершенно нормально воспринимается. У нас начинается с подчиненными, там, петь нельзя, еще что-то нельзя. Оно понятно, что работает, но оно зависит от того, что страх потерять свою позицию. То есть позицию, которая подкрепляется чем? Только страхом получается. Ну и опять же, да, вот вы говорите, уважают за то, что хорошо делаешь свое дело. У нас ведь, как правило, могут за это и с работы выгнать в некоторых организациях. В общем, да. И, как водится, подчиненный должен быть во многих учреждениях глупее, не выглядеть, по крайней мере, не умнее своего начальника и так далее. То есть здесь это немножко разные вещи, делать свое дело, и, с другой стороны, как-то себя ставить, заставлять себя уважать. Не для всех организаций, не для всех учреждений это работает. Я согласен. Здесь ведь для меня как вопрос стоит. Да, естественно, что на работе, на любой, будут какие-то минусы, которые мне просто не будут нравиться, не начнут нравиться. И я это воспринимаю для себя как оплату, которую я готов вносить или не готов за то, чтобы делать то, что мне нравится. Так, и вот есть две части. Сразу мы получаем, да, то, что я делаю, за что я себя уважаю, мне нравится, я даю результат. И для того, чтобы у меня была возможность это делать, я должен делать вот что-то еще там вот, там, начальника не так далеко посылать, еще чего-то делать, да. Я буду для себя взвешивать. Вот эти обязательные танцы социальные, они насколько мешают основной работе моей. И если получается так, что я в принципе не способен как специалист развиваться, надо уходить. На мой взгляд, личный. Если в принципе это оплата, которая напрягает меня, конечно, ну да, нормально, то есть я развиваюсь. Ну, значит, это просто оплата. Уверенность в тебе и любовь к себе, это разные вещи? Я вообще не знаю, что такое любовь к себе. Непонятная, да? Мне это очень напоминает мультфильм про черта 13-го, да, «Люби себя, прийди на других». Вообще вот эта вот фраза «Прими себя», «Полюби себя», «Прими себя таким, как и», «Живи в настоящем». Это очень такие интересные психологические эти самые лозунги, именно лозунги, потому что когда начинаешь вместе с пациентами это разбирать, в общем, смешно становится. Ну, а почему же? Как же не жить в настоящем, а как же тогда, где же жить? Смотрите, возьмем вот это как раз, да, то есть я ставлю перед собой цель, надо жить здесь и теперь. Фраза предполагает будущее время. Автоматически это так. Я почему про язык сейчас? Язык определяет то, как мы делаем. То есть это язык программирования себя. Хорошо, то есть фраза «Надо жить в настоящем». То есть сейчас я в настоящем не живу, надо перейти в некое состояние, где я начну жить в настоящем. Может быть, через секунду, но это же будущее. То есть чем больше я буду стараться жить в настоящем, тем больше я буду убегать в будущее. Чем больше я буду убегать в будущее, тем меньше я живу в настоящем. Мы приехали. Стараться ничего не нужно. Вот да, только опять же приходить к ситуации, когда я не буду стараться, то уже побежали Ну любить себя, опять же, такого понятия не существует Можно просто получать радость жизни Можно не мешать себе радоваться, может так? А как? Не мешать как? Никак Вот опять же, смотрите, вот это сложно понять бывает Радоваться, оно как бы само, это естественное состояние человека Как дышать? Но вокруг люди, они могут тебя критиковать, могут тебя обижать Могут подрывать уверенность в себе Как с этим быть? Как себя защитить? Они не могут ни подрывать уверенность в себе, ни обижать Они могут предлагать тебе обидеться Ну если тебе, ну не то, чтобы нравится, ты привык, ты обижаешься Еще обвиняешь то, что он тебя обидел, бред воздействия на самом деле Подрывать уверенность в себе мою, они мосты могут подрывать Как они могут мою уверенность в себе подрывать? Они опять же предлагают погонять на тему того, что смотри-ка, ты тут некомпетентен И если это конструктивно, то есть действительно я могу взяв это что-то поменять, я возьму Если это в принципе просто сотрясение воздуха, ты придурок, ну придурок, дальше что? То есть ты для чего сейчас это сказал-то? Не в плане, что ты плохо поступил? Правда, непонятно, то есть я должен что-то изменить, скажи что? Убиться веником в сарае? Можно, ну вот зачем ты это сказал? То есть от людей, которые тебя критикуют, в принципе нужно добиваться все-таки конкретных задач? Они могут не сказать, но это можно так воспринимать Кронштадтский по этому поводу очень хорошо писал, Иоанн который Он же говорил, вот часто слышишь, вот люби, не помню как это слово, это гоняющих тебя у него, да, звучит по-моему Странно говорит это, вроде бы идея, а что же хорошего-то в этом? Ну давайте, говорит, задумаемся, вот идея эта очень здравая у него Он говорит о том, что ну вот человек, который тебя гнобит Я сейчас перевожу, естественно, там другие слова То есть человек, который тебя гнобит, он тебе создает проблемы По сути он показывает тебе это недостатки твои И он врач твой Как не любить врача своего, да? А возьмем теперь, я добавляю, или он даже пишет, я уже сейчас не помню, возьмем друга Ну сейчас, конечно, псевдодруга, да? Которому ну неудобно, пусть даже из хороших побуждений, ну сказать тебе о чем-то О том, что там вот тут у тебя там сбилось что-то, там ты толстова, там еще чего-нибудь, ну неважно, там выражаешься не так, да? Он из социальных побуждений сгладит это То есть он тебя обманывает, он тебя подставляет, получается Кто же нам ближе тогда, получается? Те, кто нас критикует Конечно, очень логичная здравая мысль-то ведь у него Но они не всегда критикующие люди, да? Они не всегда доводят свою мысль, они могут просто сказать какой-то негатив, да? Ну вот, ну вот, неважно, я и буду использовать, интересно же Ну как-то нужно же допытаться правду-то узнать, что же во мне не так Можно, да, тут вопрос будет, да? То есть я просто буду понимать, а действительно не так? А тогда это системность, то есть не один скажет Или сегодня он не с той ноги встал? Ведь тоже возможно ведь Прислушиваться, в общем-то, к комплексу, да, людей, которые это можно говорить Ну, если все относительно в этом мире, то получается, в своей правоте мы никогда не можем быть уверены Ну, здоровый ты человек, нет А как тогда нам совершать свои поступки, исходя из чего? А, вот здесь Розенкрицеры хорошо сказали, опять же, да? Знаменитые массоны Делай, что должен и будь что будет То есть сейчас по разным причинам я считаю, что вот мне это надо сделать Так? Я же искренне на том, что я так считаю Ну, у меня нет других данных, я так уверен Ну, ты же не уверен в этом Ну, из того, что у меня есть, это наиболее вариант вот разумный Тебе подсказывают другое, например, и ты не знаешь Ну, я же всего что-то выберу А выберу-то вряд ли во зло себе и окружающему Я выбираю это все равно исходя из лучшего Из того, что могу понять лучше на сегодняшний момент Соответственно, я поступаю, так? Конечно, это может оказаться неуспешным Но меняй поведение То есть все, что происходит, это же обратная связь, чтобы курс скорректировать Ведь что по этому поводу Шекспирта писал, когда он говорил Весь мир театра, все люди в нем актеры Одно из пониманий, это то, что мы все притворяемся Глубже-то посмотрим немножко То есть мы каждый момент играем какую-то роль В принципе, мы не можем не играть То есть первый постулат Все, что есть, это роль Раз Второе, мы не можем этого не делать Тогда получается Раз это мы обличены играть роль Тогда логично играть ее до конца Но я понимаю, что это роль, что это иллюзия моя У меня другой просто нет Я буду играть ее до конца Не по времени, по самодаче, по глубине Но я допускаю, что завтра у меня будет поступить новая информация Я пойму, что то, что я делал, это полная ерунда А вот это теперь правда И тоже на время И тоже до конца по самодаче Вот тогда это здоровая жизнь То есть какой-то определенной настоящей роли у нас все равно нет Но мы ее по меньшей мере Вот она меняется Мы ее не знаем Она меняется, мы же развиваемся Люди, которые играют в игры, да? Да Да, но там еще другие игры У Берна там еще отдельная тема Ну по сути, да То есть мы там, где мы есть И мы то, что мы сейчас себе представляем Да, можно подумать другое, что это будет, конечно То есть правды, по сути, нет Есть в киоске Правда севера и все остальное И все-таки, как нам быть уверенными в себе Как нам быть такими людьми, чтобы к нам действительно тянулись Чтобы нас спрашивали совета А делай то, что тебе интересно Ведь на самом деле, если тебе это интересно Делая это, ты будешь получать удовольствие, раз Ведь к уверенным людям тянутся Конечно, так в кайф с ними И вот здесь действительно Ты делаешь то, что тебе нравится И в этом ты уверен обычно Люди к тебе тянутся Обычно этот процесс будет развиваться Дальше искусство, если мы о работе говорим Сделать так, чтобы это тебе еще деньги приносило Это не всегда легко получается Но это реально Не сразу Но это реально И вот это самый здоровый подход Не пытаться найти Вот если о работе мы сейчас говорим Как пример Просто такая тема-то Довольно часто встречаемая Ты сделай так, чтобы тебе было хорошо Чтобы это было выгодно Тогда ты будешь и специалистом К тебе и тянуться будут У тебя и все будет выстроено в жизни Ты будешь доволен Люди доволен Это хорошо То есть эгоизм А где здесь эгоизм-то? Делаешь то, что тебе хочется Делаешь для себя А ты учитываешь людей Ты не можешь не учитывать Смотрите Надо понимать, что пропускаем Мы всегда через себя Нам больше не через что То есть я выступаю в качестве Вот этого датчика Даже не датчика Распознавателя Которые говорят Хорошо, плохо Только через себя Но другой разговор Чтобы что-то понять Надо в другом отразиться Как по-другому? Я же себя не могу осознавать Мне нужно зеркало Все, что мы делаем Мы делаем для других Для себя Для себя Не думая о других Ну как думаем Мы думаем о других Но опять же Это как то, что называется Герметический круг То есть думая о других Мы все равно это делаем Чтобы лучше сделать для себя Но опять же для того, что было для других И это бесконечно То есть вот с одной стороны Конечной точкой Все равно будешь сам Но мы сейчас не эгоизме Это просто то, что принимает решение Но опять же повторяю Я отражаюсь в других Я использую информацию других людей Чтобы поменять себя Чтобы им было комфортно И тогда мне будет комфортно Вот оно вот в сочетании Человек должен быть с одной стороны Уверен необходимо ему одиночество Но с другой стороны Он не может быть один То есть вот это вот такое вот сочетание Давайте пожелаем нашим зрителям Делать то, что им нравится Будь уверенным в себе И быть счастливым Спасибо большое, Владимир Что были сегодня с нами Спасибо Всякое достоинство Всякая сила Спокойны именно потому Что уверены в самих себе Иссарион Григорьевич Пилинский Дорогие телезрители Мы встретимся с вами Ровно через неделю На телеканале ПС И первом сетевизоре Будьте уверены Мы найдем ответы На все ваши вопросы До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова